Девушки отдыхают В отличие от вас Это уже за большие деньги Это я сейчас бесплатно говорить не буду Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что заради спокою власных детей Покинчила с эпатажем Та шукая нормального человека Абы нарешті вивести формулу Власного кохання Честно вам признаюсь Я никогда не была одна Я считаю, что одиночество женщины Это противоестественное состояние Я советую всем Я лучше буду там Прекрасно, ну хотя бы влюбленность Влюбляйте в себя Любовь в себе может дать только сама А реализоваться как женщина То может только через мужчину Вона билявка Тому шуба, что коштует Как престижное авто Ей личить Утім купить эту красу Просто зараз Лада не готова Только настричь зіпсувала Шипоче співачка Примиряючи хутро У цьому вся Суперечливість Ей натури Адже вона Сама призначила Зустріч У хутряному салоні Справжнє призвище Лады Дэнс Волкова Вона народилася У далекому Калининграді Я в 4 года Была звезда В детском саду Я пела Песенку Снегурочки Меня водили за руку Вокруг ёлки Дети восхищенно смотрели И в тот момент Я поняла Что оказывается Певица Это особая Особая каста людей Усе дитинство Вона жила у світі мрій Оскільки реальність Була безрадісною Тато покинул маму Та пішов до іншої А мама страшенно страждала У неё прекрасний вкус Могу вам сказати Она вот Женщина небогатая Но она умудрялась Так подобрати вещи Что она выглядела Как супермодель Я помню Она идёт в этой Красно-белой юбке Такой длинной в пол Она сейчас была бы актуальна И вся улица Вот так вот Из окна О, пошла, пошла И на трамвай Такая у меня была мама Безбатченко Так поза очи Казали про Ладу А вона щодня Шукала зустрічей с батьком Я с папой часто встречалась Так получала, что мама работала На четвертом этаже А папа на пятом Он был руководителем отдела Был красавец Любили иметь женщин Скорпион по гороскопу Там всё очень Всё серьёзно Я бегала между этажами Мама переживала Ревновала А я говорила Ну мама Я пойду Я пойду Папе То есть Та женщина заподозрила Что что-то тут неладное И увезла его Из нашего города В другое место Подальше от нас Доньку покинуту батьком У дитинстві А потім уже Дорослу жінку Що не встигла З ним попрощатись Лада пізніше Зіграє у кіно А он вам не рассказывал Как мы мучились Когда он нас бросил Ніхто на знімальному Майданчику Не здогадається Що плаче Лада По-справжньому Що ця історія З її життя Батько Лади Замер сукучегурі Нова дружина Вигнала його Хворого За хлібом Задовго до появи Цієї пісні Справжнім кайфом Для цибатої Незугарної Та не надто Вродливої Лади Була увага хлопців Те, чого бракувало Їй вдома Дівчина намагалася Знайти поза ним Я ніколи не вважалася красавець Я усімаляю Всегда я займалася музикою Я була дуже серйозно Займалася спортом Я КМС То по велоспорту По плаванню Тобто я дуже була активна Росла без батька Красуною не була А поруч Власна мати Заклопотана Особистим життям Вирватися з цього міста Ось про що мріяла Лада І крок за кроком Рухалась до мети У 14 років Геть не вміла танцювати Але хтось сказав Що Лада Точнісінька копія Сісі Кейдж Тож дівчина Навчилася рухатися Як закордонна красуня Мріяла самотужки Заробляти гроші Вдалося і це Пришла, значит, в ресторан Думаю, що я тут буду делать Спела я пісню о невецкій Руку мне дай, якщо помню Она говорит, ну все Ты принята на роботу Будеш получать каждый вечер 10 рублей Это очень большие деньги Вот, поэтому я была Очень богатеньким Буратино У меня была Была клад 100 рублей в месяц И еще каждый Что-то многое насчитала Ну, в общем, да 10 рублей, по-моему Я каждый вечер получала Очень большие деньги хорошие Коли Ладі виповнилася 19 Вона по закінченню музичного училища Просто втекла з дому Я так хотела быть звездой Я, кстати, перед этим Вот, после Калининграда мы уехали в Москву Большим коллективом Вот, нам пообещали Действительно золотые горы Я, когда услышала слово «Москва» Отказалась всего от ресторана От двухкомнатной квартиры Маму оставила в непонятке Вообще в полной И убежала с этим коллективом в Москву Мы работали в отеле «Можайский» Москва не підкорювалась А не грошей А не славы выступы в московском ресторане Ладі не приносили Самое сложное Это было отсутствие денег Все-таки есть макароны Заработала какую-то дикую аллергию Лишние килограммы Вот Но я настолько вот хотела Действительно остаться в этом городе Не возвращаться, как все остальные Что я так вот скрипела за губами Терпела и ела макароны Я не хотела приходить и давать этого интервью Я ни в коем случае не хотела говорить о Ладе плохо Нет Просто за последнее время я вдруг как-то, знаете Я так все время терпела, терпела, ела, ела эту кашку, знаете, овсянную Колишние співачки цього гурту Светлана Лазарева та Лада Денс Не бачилися уже років 20 Спілкуються, а радше З'ясовують стосунки жінки Выключно через ЗМІ Мы были модные Пели она болейшим При этом такие модные С начесами на голове трехэтажными У меня вообще были колготки и майка То есть, как бы, вот такой у меня был вид И все меня на концерте орали Сабрина Что вводила в шок, например Одна из участниц нашего коллектива Которая все время устраивала не истерики Вот он в гримерке Я как-то ей позвонила и говорила Говорю, Лад, ты зачем ты выдумываешь? Зачем ты придумала эту историю? О том, что мы тебя уничтожали в женсовете Что мы тебя там гнобили как-то Ну, это я совсем не дам Да это не секрет, это во всех интервью у нее Говорила, что я не так стою, не так сижу, не то делаю Потому что все, как бы, такие самые комплименты Комплименты, касающиеся женского начала Все шли в мою сторону, а не в ее Вот, и она за это меня дико, люто ненавидела Что я ее там постоянно как-то гнобила в женсовете И что вот она была такой красавицей И что все кричали в зале Сабрина Бросали все к ногам цветы Вот вам крест за всю работу пять месяцев в женсовете Нам никто ни одному, никому, ни мне, ни Рашевской, ни Оленьевской Не подарил ни цветочкам У женсовете Лада Волкова До псевдонима «Дэнс» было еще далеко